В эфире информационная программа День города в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте! О самых заметных событиях этой среды вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Сегодня выпуски. Легендарная порода лошадей-тракенов на грани вымирания. Что происходит на Рязанском конезаводе? Опасное скольжение. Почему в Рязани не освобождают тротуары ото льда? Одно из крупнейших изданий города празднует день рождения. Как развивалась комсомольская правда в Рязани на протяжении более 20 лет? Легендарная порода лошадей-тракен в Рязани находится на грани вымирания. На бывшем Рязанском конезаводе сейчас содержится 20 маток из 300 голов, существующих в России, которые пока еще способны давать чистокровное потомство. Однако, если сегодня же не заняться их лечением, рационом и не применить должный уход, популяция тракенов в Рязани будет уничтожена. Анна Герцовская увидела, в каком состоянии в данный момент находятся лошади и что скрывают стены бывшего Рязанского конезавода, находящегося рядом с городом Рыбное. Мертвый же ребенок породы шетленский пони, предположительно родившийся в мае этого года, лежит прикрытый пакетом в одном из помещений Рязанского конного завода. По словам местных жителей, они обнаружили его еще в выходные. В это помещение можно попасть прямо с улицы. Вход свободный, дверей нет. Рядом с этим местом пасутся матки породы тракен, привезенные в Россию в 1945 году из Германии. Невооруженным взглядом видно, что эти лошади находятся в плачевном состоянии. Шерсть лошадей отросла и свалялась. В хвостах репейник, у некоторых можно наблюдать отсутствие хвостов. В гриве навоз. Кости у кобыл торчат со всех сторон. На пояснице виднеются маклаки. Со стороны они выглядят исхудавшими. Как пояснил нашей телекомпании в телефонном разговоре директор этого завода Владимир Никифорович Храпов, это все нормально. Сам он в день нашего визита на Рязанский конный завод от личной встречи отказался, но подтвердил, что может прокомментировать ситуацию на камеру в другой день. У меня корма в избытке, мне кормов не надо. А лошади старые, им по 26 лет, им кобылам, сусури. Опять лошади, все нормально. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Ну это старые кобылы, по-первых. Жеребята. Ну это старые кобылы. То есть то, что у жеребят торчат кости на спине, это нормально? Это ненормально. Это ненормально, когда есть вот лошади крови, а это может не идти. Куда же ребенок стоит рядом с этой лошадью, у которой можно наблюдать больной глаз? Малыша запечатлеть не удалось. В свою очередь, бывшие работники завода, волонтеры и представители Рыбновской районной ветеринарной станции имеют другое мнение насчет происходящего. Все они отказались открыто давать комментарии на камеру. По этой причине, без их ведома мы совершили съемку скрытой камерой. Единственное, в чем в данный момент сошлись все комментаторы, у лошадей действительно на днях брали кровь на анализы. По словам девушки, которая приехала на конный завод после нашего появления и представилась волонтером, она лично отвозила кровь на анализы, поскольку заниматься этим больше некому. Также она пояснила, что лошади здесь недоедают. Да, у нас были проблемы, не было овса. Потому что хозяевам тоже как бы, у них сейчас нет финансовой возможности вкладываться. Поэтому на самоокупаемость. Девушка заявила, что овес лошадям прекратили давать летом. Кроме сена, они на протяжении последних месяцев ничем не питались. В Рыбновской районной ветеринарной станции есть другая информация. Ее руководитель не раз пытался наладить контакт с директором конного завода, но безуспешно. Вот приедет зашито животных общество, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довел их до такой степени. Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, это денники там. С этого февраля прошлого года овес не давали. Ну, это их слова, насколько поверю. Но они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать. А сено тоже желает получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим конюхом. Там одна плесь. Кроме того, исхудавшие лошади вынуждены пить ледяную воду, что в их положении очень опасно. Берейтеров, то есть специалистов по обучению лошадей и верховой езде здесь также нет. Девушка-волонтер сказала, что была уволена с завода в феврале этого года и была последней, кто объезжал этих лошадей. На вопрос о погибших же ребятах, фотографии которых уже не первую неделю появляются в интернете, девушка подтвердила, что эти малыши действительно пали здесь. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? Они не пали. Они уже пали там давно. Это акты составляют с хозяевом. Вот у вас собака умрет. Вы что, пойдете ветеринара вызывать? Вот у меня собачка умерла. Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь. Они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Однако так поступать нельзя по закону. И судьба мертвого пони, который сейчас лежит на конном заводе, идет не по правильному сценарию. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну, плохо. Это значит, не дают информацию нам. И сопровождают. Они не будут вскрывать. А их, может быть, рабочий будет с нами. Наша служба будет вскрывать. Вот смотрите. Они обязаны? Или это все-таки... Это обязаны. Есть этот закон утилизации. Несмотря на то, что они частники. Да, все должны. В данный момент на предприятии работают два конюха из ближнего зарубежья. Ветеринара, как и берейтера, здесь нет. Хозяева приезжают сюда крайне редко. И, по словам девушки-волонтера, до них невозможно донести тот факт, что за лошадьми нужно ухаживать. В свою очередь, специалисты пояснили. Вот так в действительности должны выглядеть здоровые лошади. Шерсть короткая, гладкая, лоснящаяся. Видны мышцы. Лошади игривые. Рацион у таких животных, конечно, должен быть расширенным. Существуют специальные рационы, разработанные еще в советское время. И, ну, в зависимости от современных условий, добавляют еще, кроме овса, сена и соломы, еще мюсли, витамины, всякие препараты, премиксы. То есть, очень много вариантов кормления. В Рязанском конном заводе у них, ну, вообще тракены здесь появились где-то в конце 80-х. Это был один из лучших заводов страны, Советского Союза. Вот. А то, что происходит, ну, там уже давно эта вся история тянется. Но я даже не знаю, что с ним можно сделать, потому что это частное хозяйство, как позиционируют. И, ну, дело частника – решать, как ухаживать со своими лошадьми. Недалеко от конного завода мы обнаружили другую частную конюшню, где живет жеребец породы ганновер. На морковку. Вот так должны выглядеть здоровые, сильные, упитанные лошади. Матки здесь также упитанные. В стойлах есть подстилки и запилков, чтобы лошадям было теплее. Ежедневно здесь производится уборка. Эти животные как раз питаются овсом, мюслями, сеном, овощами. Каждый день гуляют на улице и объезжаются. Возвращаясь к Рязанскому конному заводу, хотелось бы добавить, что все люди, с которыми нам во время съемок удалось поговорить и которые остались за кадром, выражают неподдельный интерес к судьбе тракенов и шетленских пони, которые здесь содержатся. Но, по их словам, хозяева этого предприятия не стремятся вылечить, накормить и привести в порядок животных. В ответ на замечания от наблюдателей, директор завода только разбрасывается угрозами, поэтому люди не хотят ничего комментировать на камеру. Сейчас здесь находится порядка 60 голов, но при таких условиях содержания, возможно, в скором времени их станет меньше. Также наблюдатели боятся, что лошадей могут сдать на мясо, поскольку вид у них уже вовсе не товарный. При должном содержании и тренировках эти лошади хороши в спорте, в верховой езде, в конкуре. Если начать заниматься ими сейчас, пока еще есть вероятность спасти их от гибели. В данный момент, по имеющимся данным, проблемами на Рязанском конном заводе уже заинтересовалась полиция. Кроме того, редакция телекомпании «Город» готовит обращение в соответствующие инстанции по факту гибели жеребенка «Пони», а также по причине прискорбного состояния остальных лошадей, чтобы дать повод для проведения масштабной проверки на заводе. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Гололед, к сожалению, неизменный спутник зимы. И если центральные автомобильные дороги нашего города избавляют ото льда, то с тротуарами дело обстоит намного хуже. Пешеходам приходится буквально скользить. И довольно часто такое скольжение заканчивается весьма плачевно. Марина Комиссарова прогулялась по улицам города. Зима настала неожиданной и стала проблемой не только для автомобилистов. Коммунальные службы не справляются ни с дорожным полотном, ни с тротуарами. А пешеходы, в свою очередь, ежедневно рискуют здоровьем, наступая на скользкий лед. Люди с трудом перемещаются по ровной зеркальной поверхности заледеневшего асфальта. Пытаются ютиться ближе к заборам или наоборот к проезжей части. К ней, как никак, грязь налетает и снег, и чуть менее скользко. Зима пришла очень неожиданно, и поэтому тут не только на остановке. И дворы не убираются. Улица не убрана. Так что тут не удивляться, пока нечем. Наладится, все наладится. Вчера вот у рынка мужчина сломал ногу. Вызвали скорую, его увезли. Это из-за гололеда? Да, да, да. На гололеде упало. Хожу, так же, как вы. Потихоньку смотрю под ноги, чтобы не упасть. Между тем, ситуация сохраняется уже несколько дней, а каких-либо действий со стороны уполномоченных структур нет. Придворовые территории – дело управляющих компаний. Прошедшие снегопады стали испытанием и для управляющих компаний. Уборка придворовых территорий – это важнейшая деятельность. К сожалению, с ней справляются не все управляющие компании. В частности, из 76 управляющих компаний города далеко не все обладают необходимой техникой и для уборки дворовой территории от снега. Мы провели анализ, установили, что из более чем 1100 дворников, которые есть в штате управляющих компаний, к сожалению, есть и мертвые души. Поэтому численность дворников в городе не соответствует тем цифрам, которые заявлены управляющими компаниями. За тротуары отвечает дирекция благоустройства города. И, как показывает практика, отвечает не очень-то ответственно. Хотя все необходимое для того, чтобы обеспечить комфорт пешеходам, в городе есть. Основная проблема уборки тротуаров в городе – это отсутствие специализированной малогабаритной техники, которая позволяет нам должным образом содержать тротуары. В частности, нам необходимо как минимум 10 мини-тракторов для того, чтобы осуществлять содержание тротуаров, по крайней мере, в центральной части города. По поручению исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергеевича Карабасова, мы предпринимаем меры для того, чтобы в ближайшее время закупить необходимое количество малогабаритной техники. По информации Управления благоустройства города, в связи с выпадением обильных осадков, в Рязани начались работы по уборке от снега улиц, общественных пространств, проезжей части автомобильных дорог, территорий, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям и дворовых территорий областного центра. С целью предупреждения аварийности, проезжая часть дорог Рязани на опасных участках обрабатывается песко-соляной смесью, которую также используют как противогололедное средство на тротуарах. По данным Дирекции благоустройства города, за прошедшие дни было использовано более 500 кубометров такой смеси, а всего на зимний период 2017-2018 года заготовлено 25 тысяч кубометров песко-соляной смеси. О случаях ненадлежащего исполнения управляющими компаниями требований к уборке придомовых территорий граждане могут сообщить по телефону круглосуточной горячей линии управления энергетики и ЖКХ в 44-79-15. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Несмотря на то, что летние каникулы давно закончились, работой детских досуговых центров, оздоровительных лагерей до сих пор занимаются разные контролирующие структуры, в частности прокуратура области проводит проверки деятельности детских лагерей. Надо сказать, без наказания не остаются даже небольшие нарушения. В ходе проведенных проверок выявлено нарушение требований санитарных норм и правил к устройству с содержанием и организацией режима в школьных лагерях, открытых в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях школы номер 44 и номер 4057. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратуры района 23 июня 2017 года в школы номер 44 и номер 57 внесены представления и возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотрен частью первой статьи 6.7 Кодекса административных правонарушений, в которой рассмотрены и одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, и два должностных лица привлечены к административной ответственности. В ноябре одно из крупнейших изданий города «Комсомольская правда» в Рязани празднует свой день рождения. Вот уже больше 20 лет. Журналисты этой газеты не только информируют жителей города, но и пытаются помочь им в решении проблем. «Комсомольская правда» – одно из старейших печатных изданий нашей страны. Даже региональные вкладки существуют уже более 20 лет. Согласитесь, возраст более чем достойный. История «Комсомольской правды» в Рязани началась с регионального представительства, главной функцией которого была подготовка материалов для федерального номера. Эти материалы должны были быть интересны не только рязанцам, но и жителям всей страны. И лишь в конце 90-х годов прошлого века в нашем городе появилась полноценная региональная вкладка. Наш регион был не первый, кто перешел на такой формат. Наши специалисты, наши журналисты ездили в соседние регионы, чтобы опыт заимствовать, как это произошло в других регионах. Но в совокупности тот продукт, который получился, в итоге он оказался очень-очень интересным и нашим читателем. И впоследствии, как выяснилось, и Москва также достаточно высоко этот продукт оценила. На сегодняшний день «Комсомольская правда» остается одной из самых популярных газет в Рязани. С 2011 года для пользователей сети интернет стала доступна ее электронная версия, из которой жители Рязани могут узнать важную и интересную информацию, касающуюся различных сфер жизни города. Пожалуй, успех «Комсомольской правды» в том, что журналисты издания не только информируют читателей, но и стремятся решать их проблемы. Основная идея нашей редакционной политики, которую мы, может быть, установили здесь, в Рязани, в большей степени, это помощь людям. Наверное, это не очень свойственно для СМИ. То есть СМИ должны информировать, развлекать где-то. Но мы стараемся все-таки помогать. То есть это наша основная задача. И помогая быть честными, искренними и объективными. В ноябре этого года «Комсомольская правда» в Рязани отметила свой очередной день рождения. Поздравить сотрудников в редакцию газеты приехал депутат Государственной Думы Андрей Красов. Пришли, чтобы пожелать дальнейшей продуктивной работы на освещение тех событий, которые происходят в Рязани и в Рязанской области. Сказать, что я являюсь читателем «Комсомольской правды», сказать, что жители любят «Комсомольскую правду». Я, по крайней мере, говорю на собственном примере. Любят и читают «Комсомольскую правду». И пожелать успехов, успехов профессиональных в дальнейшем, в следующих годах. Ну и на этом дне рождения не останавливаться и становиться старше, мудрее. Андрей Красов преподнес сотрудникам редакции благодарственные письма и цветы. Расспросил о той работе, которая ведется газетой на сегодняшний день и пообещал всячески способствовать развитию издания. К поздравлениям присоединяется и коллектив нашей телекомпании. Мы желаем коллегам творческих успехов, развития и процветания. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Большом зале Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых состоялся первый открытый областной конкурс сольного народного пения. Прослушивания проходили в течение всего дня. В них приняло участие более 50 исполнителей. Частушки и колыбельные звучат на конкурсе сольного народного пения. Девушки исполняют по два музыкальных произведения. Поют о капельном без музыки и под сопровождением баяна. Солила до манья, батюшка, до семя городов, до семя городов. А теперь, родимая, водина ты дает, водина ты дает. Конкурс сольных исполнителей проходит впервые. В нем принимают участие дети от 10 лет до 21 года. Они соревнуются в четырех номинациях, разделенных по возрастным группам. Петь сложнее сольно, потому что ты выходишь на сцену, борешься тет-а-тет-залом. В ансамбле там за кого-то можно спрятаться. А здесь уже ты ни за кого не спрячешься. Участники прошли предварительный отбор по видеозаписям. Из 60 человек в очный тур перешли 52. Они приехали из всех уголков Рязанской области. А Дарья Кобякова из Нижнего Новгорода. Она занимается вокалом уже пять лет. У меня бабушка пела, русский народный папа тоже любит петь. Все любят петь. Мне нравится это делать. Когда я вырос, то я буду артисткой. Ты ела, что пела? Ну что ты ела, что пела? Народная песня сложна в исполнении. Ее нужно не просто пропеть, а рассказать. Помочь зрителю прочувствовать каждое слово. Она была связана с жизнью народа. Это и трудовые песни, это и лирические песни, это и эпосы, исторические произведения. Поэтому все, что было связано с жизнью, это естественно народная песня. Строгая жюри оценивает природные вокальные данные участников. Их артистизм и умение держаться на сцене. Но главным критерием остается искренность и осознанность исполнения столь личных историй. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Сестры Старцева подтвердили звание чемпионок мира по ката и кумите карате стиля ВСФ. Спортсменки приняли участие в соревнованиях, которые прошли в Чехии с 16 по 19 ноября, где завоевали 14 медалей. Завоевать все золото мира в спортивной борьбе, пожалуй, именно об этом мечтает каждый спортсмен. Медали, кубки, грамоты – все это является подтверждением того, что ты один из лучших в городе, области, стране. А вот сестер Старцевых из Рязани, учениц 34-й школы, сегодня смело можно назвать одними из лучших в мире. Карате девочки занимаются около 10 лет и к своим 14 годам добились серьезных результатов. Так, на соревнованиях, которые проходили с 16 по 19 ноября в Чехии, сестры подтвердили звание чемпионок мира по ката и кумите в своих возрастных категориях и добавили 14 медалей в копилку российской сборной. Чемпионат Европы и Кубок мира по карате стиля ВСФ уместились в три дня. Конечно, девочки устали, но результатами, в общем, довольны. Мне писать просто эмоции, потому что все тебя поздравляют, такое количество медалей, не знаю, как это писать. В соревнованиях подобного уровня Вика и Ника участвуют уже не первый раз. Однако, если физические нагрузки, которые девочки испытывают во время состязания, для сестер уже привычны, то в моральном плане им, конечно, тяжело. И тем не менее, несмотря на страх и волнение, без медалей юные спортсменки никогда не уезжают. В чем их секрет? Конечно же, в упорных тренировках, четком настрое на победу и квалифицированных тренерах. Это спасибо большое нашим тренерам, особенно Елене Алексеевне, за то, что она уделяет столько времени и столько внимания на нас. Она помогает нам учить новые каты, если мы хотим какие-то. Уделяет нам отдельное время на тренировках. Нужно работать целыми днями. Кроме того, что нам Елена Алексеевна помогает и учит нас на тренировках, мы еще и тренируем все отдельно дома. Целеустремленность. Вот что помогло Вике и Нике достичь таких успехов в спорте. Так считает Елена Сакаева, тренер спортивного союза стилевого каратэ. Она уже на протяжении 8 лет тренирует сестер. Здесь сами девочки целеустремленные, потому что зачем ехать куда-то на мир, на Европу, когда не привозить, а тут ничего. Поэтому они сами стараются, сами готовятся. Им я только помогаю. Однако то, чего достигли сестры на сегодняшний день, далеко не предел. Они будут становиться старше, соперники серьезнее. Так что сейчас главная их задача не избавлять темпов тренировок и также уверенно одерживать победы на соревнованиях в будущем. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok